приветствую вас дорогие мои вы на канале наталья мастер с мой канал это вязание крючком и спицами обязательно подписывайтесь у меня море мастер-классов моих авторских в том числе сегодня нас ждет эксклюзив красивая шапочка снежинка который можно носить четырьмя разными способами я вам обязательно расскажу покажу как подробный мк начинающий обязательно справиться если вы хотите выглядеть оригинально в этом сезоне вяжите вместе со мной очень просто эффектно обязательно подписывайтесь нажимайте на колокольчик и посмотрите сколько же в плейлисте между прочим у меня уже самых разных шапочек и билетов их очень много скоро сниму большое обзорное видео по ним вот она наша чудесная нарядная шапочка сейчас я вам расскажу поподробнее с красивой макушкой закрытием все вам подробно ряд зарядом покажу как сделать такое закрытие красивое нетребующие неких бумбонов ничего чтобы все было у нас идеально скрещенная резинка у меня 2 на 2 использована красивый узор который мы с вами уже вязали туда-обратно здесь будем вязать по кругу пряжа у меня пломбирного оттенка это не белоснежный вот посмотрите например моя белоснежная звездочка да видите но в то же время без желтизны цвет пломбира за 48 копеек я его называю это стопина это филате эксклюзив коллекшн полушерсть мерино с акрилом красивая ровница мне она безумно нравится поэтому я вцепилась с вами загребущими лапками и мне захотелось придумать шапочку поэтому это эксклюзив мои хорошие будьте нарядные красивые женственные снежные новогодние элегантные и все прочее я надеюсь так пробежимся вязала я на самой короткой лески свои любимые нет пик спицы на четверке вязала плотно можете взять спицы три с половиной у меня шапочка свободные такой посадки мне хотелось на пышные до волосы поэтому можете смело взять три с половиной и заканчивала я на чулочных три с половиной спицах до новинка в моем магазине советую вам в разных расцветках хотите 15 сантиметров хотите 20 мои любимые нет пикс чулочные теперь есть так вот и все по материалам ничего особенно что мою шапочку можно носить в целых четырех вариантах во первых вы можете носить ее как супер бенни вот с таким отворотом и дальше она такая длинненькая красивенькая вас будет следующий вариант и само собой разумеется это сделать этот самый большой теплый отворот второй вариант третий вариант внутрь внутрь заправить вы знаете сейчас актуальная тема тогда у вас получится вот такая прелесть ничего не надо пришивать просто кольца цепляются носите вот так посмотрите какая красота и четвертый вариант который мне безумно понравился когда я связала шапку и поняла что так можно носить это преимущество когда мы под резинкой не вяжем что-то резинку или гладь а узора нравилось когда я не по линии сгиба сгибая а вот такой небольшой делаю любой любого размера отворот у меня же внутри узор и я могу регулировать до шапочка при этом длиннее становится она очень классно на голове сидит все классно так вообще буду теперь по такому принципу шапки вязать чтобы узор был внутри вот смотрите а так нам нужно с вами выйти на 110 петель так как у меня резиночка 2 на 2 я набрала 112 петель то есть 113 замкнул в круг после дизинки я аккуратненько 2 петельки сократила потому что у нас вот раппорт узора 10 10 10 до и 110 на мой размер а вы можете конечно же так как у нас раппорт узора десяточка вы можете регулировать потому что большая у меня голова большой размер если поменьше вы можете на 100 петель выходить и резинку конечно вы можете вязать не 2 на 2 как у меня а 11 у меня резиночка скрещенная но не до конца чтобы знаете скрещены полностью резинка она немножко косит у меня скрещены только лицевые петли мы с вами внимательно будем вязать чтобы лицевой набор обычный самый смотрел вот сюда а изнаночные петли у меня обычные да то есть при круговом вязании я их вижу не скрещенными вы меня поняли особое внимание уделю вот этому перегибу потому что но иногда когда вяжут не обращают внимание что при отвороте чтобы здесь был лицевой край а мне как перфекционисту все так я набрала на одну петельку больше для того чтобы замкнуть вязание в круг не допустите перекручивание рубчик смотрит внутрь и я левую спицу ввожу в последнюю правой спицы первую в последнюю продеваем готова все одно у нас уменьшилось петелька нам нужно было для объединения в круг и теперь я буду вязать дизиночку 2 на 2 но скрещены я буду провязывать лицевые и 2 изнаночные лицевые у меня будут скрещены и изнаночные лицевые скрещены выходов я таких провязываю на нужную мне ширину отворота я хочу чтобы отворот был широким провязала я не буду вешать маркер ориентироваться по хвостику если хотите повесьте маркер теперь смотрите у нас лицевая сторона вот а для того чтобы был красивый перегиб я провяжу ряд изнаночными провязываю ряд изнаночных так смотрите перегиб у меня обеспечен далее за основу я возьму узор элит элита у каждого узора на моем канале есть название для удобства так как их очень много и я после перегиба смотрите переворачиваю вязание и я буду вязать вот с этой стороны теперь потому что отворот у меня пойдет наверх я буду вязать с изнаночной стороны таким образом так мне нужно сориентироваться смотрите подгиб наверх вот лицевая страна которая мне нужна и здесь у меня лицевым узором должно начаться вязание для того чтобы здесь не образовалась дырочки так как я вязание перевернула я делаю следующее я переснимаю с правой спицы петлю на левую обвожу вокруг ниточку и петлю возвращаю на место все теперь у меня не будет дырочки и у меня ряд лицевой в зоне мы вяжем первый ряд изнаночный он у нас идет по изнаночной стороне но сейчас у нас вязание круговое раппорт узора должен был быть у нас кратен 5 вижу лицевыми 1 раза на следующий ряд у нас когда мы взяли туда-обратно был также лицевыми и я лицевыми буду вязать и сейчас по лицевой стороне у нас все по лицевой стороне еще один ряд лицевыми классно 1 2 ряд просто лицевые третий ряд что мы делаем смотрите накид вот так с левой стороны и провязываем одну лицевую накид 2 накид 3 накид 4 накид 5 далее вяжем 5 лицевых 1 2 3 4 5 и повторяем раппорт накид 1 лицевая накид 2 накид 3 накид 4 накид 5 5 лицевых 1 2 3 4 5 так вяжем до конца третьего ряда мы с вами снимаем накид петлю перевешиваем на правую спицу накид снимаем петельку перевешиваем на правую снимаем накид перевешиваем снимаем накид перевешиваем и у нас должно быть 5 петель таких больших и вытянутых мы их возвращаем на левую спицу и провязываем за заднюю стенку из них также 5 сначала лицевую накид лицевую накид лицевую получается мы вывязали 5 из 5 и теперь продолжаем вязать наши лицевые петельки 3 4 5 повторяем раппорт сняли вытянули вытянули 3 4 5 возвращаем вывяжем 5 из 5 1 лицевая накид 2 лицевая накид 3 лицевая и у нас получается 5 из 5 снимаем 5 лицевых так вяжем весь четвертый ряд по сути мы с вами связали один раппорт и теперь мы будем вязать точно такой же но в шахматном порядке прелесть теперь 5 6 ряды у нас с вами лицевые мы с вами должны провязать по очереди все наши замечательные 5 петель и которые мы с вами вывязывали из пяти за переднюю стенку их провязываем это 5 6 ряд тоже просто лицевые петли все здесь я думаю понятно за на шестой ряд это тоже лицевые и теперь 7 ряд очень просто мы с вами те петельки где у нас был мотивчик мы их провязываем 5 лицевых 3 4 5 а следующие 5 мы делаем накид и провязываем с накидом до 45 это все очень просто раз два три 4 5 следующую пятерку с накидом и как вы догадываетесь восьмом ряду мы точно также вывяжем 5 из 5 просто в шахматном порядке вот и все мои хорошие вяжем вверх очень красиво в этой пряжи смотрится узор мы вязали с вами из перуанской замечательной полы пряжи тоже было нежно здесь просто зимний зимний узор снежинки я в восторге нет восьмой ряд в шахматном порядке пути наслаждаться процессом он такой приятный раз распускаем два три четыре пять восьмом ряду обратно возвращаем и провязываем 5 из пяти раз два три 4 5 вот что у нас с вами получается повторяем 8 рядов на высоту шапочки которая нам нужно если вы вяжете без отворота тоже будет очень очень классно в общем с высотой я думаю вы сами определитесь а я покажу вам закрытие встретимся на моей высоте покажем закрыть итак я вижу нашим прекрасным узором сколько рядов с мотивами смотрите раз два три 4 5 6 7 8 9 9 звездочек снежинок я провязала и теперь мы начнем делать убавки я примеряла шапочку и решила что буду носить ее отворот можно внутрь заправлять а можно на лицевую сторону так классно два варианта но пофотографирую посмотрите сами какой лучше вариант сносить вообще прикольно так приступаем к убавку после 9 звездочки я провязала один ряд лицевых и там где у нас второй ряд лицевых первые 5 петель я провязываю вместе таким образом делая убавочку все остается у меня два три четыре далее я с накидами провязываю 5 как обычно два три четыре пять далее снова убавка и так далее и поехали два три 4 убавляю весь ряд перехожу на спицы чулочные 325 видите такие же классные обязательно покупайте у меня в магазинчике разные цвета есть 15 сантиметров длина и 20 сантиметров а себе я приобрела конечно мой любимый вариант синий зеленый сейчас не елочки напоминают в следующем ряду мы опять будем делать убавки второй ряд убавок мы как обычно 5 петелек снимаем для того чтобы провязать их вместе так вот наши 5 петель но мы из них вывязываем не 5 а только 3 петли 1 2 накид и 3 лицевая дальше 4 петли мы провязываем по рисунку здесь мы убавки не делаем и снова я спускаю 1 2 3 4 5 петелек и вывязываю из них 3 а не 5 раз два и 3 так и чередуем 4 3 я провязываю 3 лицевые так пожалуй я перейду в этом где-то на чулочные спицы уже и далее мне нужно сделать еще одну бабочку там где у нас 4 петли 1 2 и следующие две петельки я провяжу лицевой вместе 3 то есть у меня получается 3 петли здесь 3 здесь и снова 1 2 3 1 2 3 петля это 2 вместе убавка провязала перешла на чулочные спицы очень здорово что в этом наборе как всегда обычно деревянных спицы хороших до по 6 они как металлические по 5 спиц это очень классно у нас 3 и 3 печеньки я просто провязываю ряд лицевыми такой фиксирующие наши бабочки до получаются и теперь вместо 5 на 5 у нас шахматка осталось 3 на 3 замечательно у нас идет сокращение уменьшение смотрите шапочка плавно скругляется то что нужно и теперь моя задача связать целый раппорт до шахматном порядке по схеме три на три уже не пять на пять раз два три лицевые далее накид 1 накид 2 накид 3 лицевые снова три лицевые раз два три и снова с накидом таким образом я провяжу еще раппорт ходим на финишную прямую смотрите раппорт у нас провязан я провязала ряд лицевых после того как три на 3 провязала мотивчики ряд лицевых и теперь смотрите что нам нужно сделать далее мы сокращаем 3 лицевые петли которые у нас без мотива нам нужно провязать одну лицевую из трех для этого мы снимаем первые две петельки со спицы сзади левой петлей первую поддеваем я беру центральную петлю провязываю 2 вместе лицевой и продеваю центральную петлю чтобы все у нас было красиво сейчас еще раз повторим здесь мы провязываем 3 лицевые над звездочкой и снова я снимаю на правую спицу две петли левой спицы первую сзади подхватываю правой спицы беру центральную петельку далее те две петли которые у меня на левой спице я провязываю вместе лицевой за заднюю стенку теперь левой спицы я беру центральную петельку вот она и правой протаскиваю в нее петлю видите красивое центральное сокращение у нас получается уже все должно быть очень красиво правда снова 3 петельки и снова я вывяжу одну из трех в принципе достаточно быстро ничего здесь нет экстраординарного но на всякий случай я вам конечно показываю теперь смотрите как интересно в следующем ряду на же здесь одна петля а нам здесь нужно набирать для звездочки по 3 поэтому как мы с вами будем делать обратите внимание мы будем делать следующим образом мы будем с вами захватывать именно 3 петельки включая это одну то есть вот эти крайние от этих звездочек мы тоже будем брать соответственно накид 1 накид наша сокращенная петелька центральная и накид 3 далее мы вяжем с вами одну лицевую и повторяем накид 1 накид 2 накид 3 1 лицевая до поняли делали естественно мы с вами вяжем эти звездочки да я снимаем следующем ряду 3 петли вывязываю из них 3 лицевая и снова снимаю 3 готова теперь мне нужно просто провязать ряд лицевых так как у нас сейчас по идее по рисунку должны быть два ряда лицевых один ряд я провяжу просто лицевыми а в следующем сделаем очередные убавки и я думаю вы уже догадываетесь какие ряд лицевых я провязала посмотрите осталось чуть-чуть чтобы у нас все идеально закрывалась при этом сохранялся рисунок обожаю сокращение красивые и теперь смотрите что нам нужно сделать я вывязываю вот эта петелька 1 у нас остается соответственно из трех который над звездочкой я получаю одну по такому же принципу там 2 сняли сзади подхватили провязали 2 вместе перевешиваем чтобы не было перекручивание и протягиваю лицевую так далее лицевая и опять 3 вместе сразу пересниму легко и просто посмотрим потребуется ли мне по 2 вместе как классика жанра провязать после этого сокращения или же достаточно будет уже стянуть оставшиеся петельки потому что мы сейчас тоже сильно сокращаем мне очень нравится что у меня получается действительно по-настоящему придумочный творческий процесс происходит прекрасно я довольна результатом и теперь наверное я провяжу по 2 петельки вместе и оставшиеся стену и посмотрим посмотрим на наш результат по 2 петли вместе лицевой для этого мне нужны конечно же перевесить так как это круговое вязание чтобы не было скрещенных петель плотненько подтягиваю и провязываю вместе 2 вместе напишите мне любите ли вы закрывать макушки я обожаю закрывать макушки и оба обожаю придумывать считать петельки как их закрывать готова сейчас возьму крючочек истину вот какая макушенция получается но красота я всегда с изнанки два раза продевать через последние петли пряжу чтобы не порвалось потому что если порвется при какой-либо нагрузке сами понимаете распускается поэтому я укрепляю всегда просто красотулечка там помпулечка это то знаете очень довольна тем что я под резинкой такой у меня новая тенденция я провязала узор сейчас я вам объясню почему это классно во первых потому что вы можете регулировать отворот я примеряла очень классно смотрится маленький отворот то есть хотите широкий хотите носите как бени и делайте вот такой маленький отворотик представляете там же узор там же не резинка там не лицевая гладь вообще классный такой вариант можно весь подворот внутрь подвернуть а не наружу тогда вообще классно получается вся такая на снежинистая так что вариантов 3 1 полностью отворот 2 маленький отворотик милый и тогда как бени и третий вариант ношения это резинкой вовнутрь ну вообще классно вот 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 что придумалось я довольна как словами на этом все мои дорогие я надеюсь видео вам понравилось было полезным вы будете вязать вместе со мной не забывайте поставить лайк это очень важно пишите комментарии я читаю все комментарии но все обнимаю вас целую как обычному обнимашки обнимашки пока пока дорогие мои